земля цели и так ой дайте люблю такие вопросы ось спасибо потому что на них интересно думать и отвечать установилась отличная теплая осенняя погода и на улице массово появилась лёвая муха матка прямо такой шуба летает лезет глаза покрываясь ног до головы хоть на улицу не выходи у вас на интера самая просрочили также было хорошо помню так это все расскажу подвижение того что действительно то есть как бы меня это поддержит на самом деле для разносится не муравьями глупость величайшая а этой мухой это же даже как говорится ежу понятно выйти в опять к другу хранить кинулись и в этих однако вас другая это даже как говорится ежу понятно все очевидно но к сожалению его очень часто слышу обратно от садоводов вот ведь как долбили и загадили людям мозг что есть то есть вы сами все знаете сегодня решил для тех кто в заблуждении это прибывает делать фотографии чтобы вы видели это действие убедились сами уже в своем саду с уважением александр так уважаемый александр первое что я скажу у меня такого не было никогда вот вот ваша осенью жалко что у вас в отличие от меня нет даты даты любой скажет да это летом делалось а мне нужны фотографии для будущих книг для будущих учебников до будущих школьных и университетских программ вот а здесь да я уверен что это была осенью что у вас вернулось и лето и вылезла вылетела для и начала откладывать личинки вот они вот они вот они вот они вы до сих пор были все правильно молодец но вы не знаете причину этого явления причина этого явления заключается в том что этого не могло бы быть если было бы самое нормальное лето прошло лето потом осень потом зима все что вы видите это было предназначено для следующего сезона но не самое ранее весной но моя июня уже для появляется да она имеет крылья она является разносчиком 3 вот они муравьи каждую личинку таскают вот я имею ввиду русских я их называю условно русскими вот сейчас поймете почему так вот случилось следующее это мое убеждение да и догадаться не трудно вот это вот видите отличная теплая сенья погода они ее приняли за следующее лето приняв за следующего лето начался проснулась начался массовый вылет и откладывание того чтоб все-таки причина которая помрут потому что впереди зима что будет следующем году возможности будет мало потому что природа ее убьет у природы свои законы вот у природы нет плохой погоды так вот это первое шанс кого сказать но это еще не все вот потому что вы бросились крайность вот это вот супер муравейники так называемая я вам сейчас объясню дело в том что мне чтобы стать учителем не зря мне поздравляю для учиться это не шутки мне приходится копать глубже разбираться вот до кого-то когда этих самых фей так называемых вот с этого телеканала бобер да это куча мусора это ненавистные муравьи они чуть меньше муравейник уничтожили ядом они вообще не вдомек что вот этот муравейник и вот этот наверное это береза это симбионты они друг другу помогает и выручает береза муравейник старый это видно вот они на месте росли они защищали то есть муравейник защищал это дерево от насекомых этот муравейник сожрал сотни тысяч или миллион насекомых чем он и кормил отходами этого кормил из дерева это симбионты вот в лесу на них никто не посягает если в швейцарии вот это польюте ядом эти кей если вы полили бы ядом вам и такой бы штраф бы выписали чтобы всю жизнь оставшуюся в долгах были бы и выплачивали вот это нормально а здесь вы уничтожили муравейник не садовый даже хотя разницы нет законный правда одни а лесной муравейник уничтожили так вот перед сейчас я подхожу к теме 3 так вот этот пара денег супер муравейник а на всякий случай учеба из учеба все равно все сказать не пересказать вот все сказать не пересказать вот смотрите я набрал супер муравейник смотрите что вот они красавцы так вот каждый из них я выбрал почему тот подошу через него дерево росло это к тому что ненавидят когда через муравейники растут деревья или наоборот деревья растут через муравейник вот например вот это вот возьмем его и так и вот этот муравейник на руки не смотрите кто то тут eval мичи этот в муравейник этот опусит а то血 от statut sia тут Вот такой муравейник Это сложнейшее инженерное сооружение Построено настолько гениально Которое недоступно не только такой же создать Тем, как это эксперт билдинг 120 этажей здания Они намного проще, чем эти муравейники Такой же повторить люди не могут Почему? Теплоизоляция, аэрация, канализация, вентиляция Это все гениально настолько Что он здесь живут и существуют и процветают Сразу несколько миллионов Вы понимаете? Несколько миллионов Что здесь то, что вы не видите? Сказать? Вы не видите, что там под землей находится родильное отделение Со всех сторон пункты охраны Везде на зиму и это самое Форточки и фрамуги, которых вы не видите в упор феи Там под землей находятся фабрики по производству грибов Которые используются в еду Там находится, я говорил, родильное отделение И там находится специальное хранилище тли Это не секрет, это правда Но вы просто, как говорится, с водой ребенка выпросили Это супер муравейники И тля у них есть, и это самое Обалдеть они любят Для этого и существует И тлю разносят Но это супер муравейник Наш муравейник это вот маленький Такой попрощенный вариант Они как бы находятся на границе Самых жестких условиях Ничего наши не разносят Ничего наши не едят Потому что если у меня деревья здоровые А листья немного скручивают На сливах бывает даже много Скручивают Но при этом Если я вижу муравья Это целое событие А у вас, у этих самых И тех, кого вы проклинаете И правильно делаете в основном В основном правильно вот это вот Ваша вот эта вот позиция Вот Она в принципе правильная Потому что против нас стоят абсолютно невежественные люди Которые убивают муравейники Калечат муравейники Ах, они тлю разносят Они не знают, что наши муравейники не разносят Почему? Товарищ, я все вижу А вы молодец, вы правы Но немножко перебрали, так сказать Вдолбили, загадили у тебя мозг И люди у них сажают муравейники Страшная ошибка Страшная А я не слепой Дерево здорово Немножко тли Муравьев нет Нет, нет, нет Елена Александровна Савельевич Вы видели у меня муравьев Там, где вот эти самые Муравьи на эти Полтора штуки Видели, наверное Это не то, что когда у тех, кто калечит деревья И больное несчастное дерево Оно теряет иммунитет Полностью теряет иммунитет И вот тут на него накидываются все Ура! Больше Тот, кто сосет сок Или жрет лист Жрет Живем Больше они не травятся Иммунитета нет Антител нет Лист Дерево беззащитно Это уже полутруп Оно больное И вот тут с ним делают что угодно И вот тут тогда Для в огромном количестве И поддатые И эти потенциальные алкоголики Муравьи Потому что Среди нас тоже хватает Ну что там говорить И у них так же И вот тут-то они Когда Начинается на Именно Хорошо Если когда-то попадет Это в учебники мои слова Когда именно Ослабленное дерево Становится местом Пиршества Тли И тля Уже создается Вот эту пать Эту вот сладкую То что они От чего балдеют Ну может быть Это вроде наши браги Вот То что они выделяют Да Эту сладкую Тупать Они Делают ее Максимально Сладкой Сладкой Балдежной И вот тут-то Уже муравьи Видя что там Тысячи этих клеек Тысячи Тысячи Тут уже никто Тут уже муравейник Сходит с ума И начинается Сплошная 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 Это Они Получил свою долю Вниз Сверх Вниз Вверх Вниз Опьяненная Обалденная Это только Когда Пать Это получается Неотравленной А вот когда Подлетает Это самое Мушка Вот так Вот это мушка Мама тля С крыльями Сама Без наших Муравьев Вот А дальше Ну забежал Муравей Посмотрел Тьфу Блядь Этот пать Есть невозможно Вот И пусть дальше Сосет Лишь бы не сдохло Они еще и дохнут Потому что Здоровое дерево Вырабатывает Антитела Как бы условно Назвем их Ликоцитами Вот этого Элементарного Вече Которого Сейчас узнали Этого Не знает Никто Ни в одном Учебнике Ни в одном Лекции Никто Никогда А то И все Это Из овечьей Дерево А потом Это самое Вон они Муравьи Да Когда получается Полноценная Пать Сто процента Неотравленная Муравьи Сходят С ума Даже наши И я такое Видел Но там Где искалечено Дерево Дерево Может быть Искалечено Или нами Или природой Мороз Так его Забацал Что уже Дерево Начинает Дохнуть И уже Все его Как полутрупом Ведут себя Вот Быстрее Разделать Полутруп Насосаться Нагрызться Там Достается Одно этим Ну нет У меня В саду Этих Самых Что ты Сделаешь А раньше Когда-то Было Полно Нет У меня Этих Гусениц Вот Муравьев Нету Если там Даже есть Тля Ее есть Невозможно Они не могут Сосать Из нее Потому что Она так И сама Едноладо Дышит Ну Убедил Кого-то Нет 39 минут Вот То есть Вот Смотрите Вы Молодец Умница Кля Разносится Муравья До России Да Потому что У нас Муравьи Они Настолько Примитивны Им Не до Этого Им Либо Выжиг А Супер Муравейники Там Все Не так Это Умнейшее Гениальнейшее Существа Мы Не Знаем Как Они Управляют Так Как Я Рассказывал Вот Сейчас Еще Минутку Это Невероятно Какой Ум Надо Иметь Какие Инстинкты Тут Каждого Мозгова Нет А в Суме Так И Ведут Себя Наступает Собири Это Самая Холода Раз Эти Самые Натаскают Камней Полностью Камнями Закроют Муравейник Чтобы Солнце Привлекло Прогрели Через эти Камни Нагреются Муравейник Наступает Лето Жара Дикая Муравейники Дышать Нечем Это Самое А у них Там Родильное Отделение Они Уносят Камушки Черные Тысячи Со всего Муравейника Приносят Белейшие Камни Покрывает Муравейник Белейшие Камни Это все Закументальный Фильм Только и один На миллионках Видит Вот Белейшие Камни Закрывает Солнечные Лучи Отталкиваются Белыми Камнями И муравейник И летом Прохлада И потом Опять Черные Камни Белые Камни А мы Блять Ой Я уже Скоро Зматерюсь Из-за вас Простите Мне даже Это Простить Можно Белить Дерево Чтобы оно Не принимало Тепло Дерево Проси Ухолоднющее Чтобы на тепло Не принимал Сейчас мы будем Заканчивать Вы устали Я только сейчас Пробегусь Только одну Шесть фотографию Покажу Потому что Забегаю вперед Здесь Много умнейших Тем Умнейших Умнейших Сейчас Одну Фотографию Покажу Вот Она Вы понимаете Это та самая Политкина Было 900 тысяч Да Ведь Понимаете Для чего Она же Ничего Не понимает Вообще Полный Но у нее Теперь 2 миллиона Вот Вам будет Чашеобразная Форма Все это Будет Вырезано И поберено Вот Она взяла Вырезала Представляете Как мороз Сейчас сюда Пройдет Вот Посмотрите Страшная Рана По диаметру В 4-5 раз Больше Чем Веточка Копотов Выдержит Через эту рану Мороз Сюда проник Выдержит Эта ветка А вот Эта рана Так это Не все За каким Хером Уже С других Слов Не подберу Скоро Перейду Полностью На мат Вы уже Привыкайте За каким Хером Его белить Когда побелка Предназначена Для того Чтобы не было Этих самых Морозобой Она заранее Искалечила Дерево Причем Это не ее Дерево Она подбирает С интернета И зарабатывает Свои лайки Свои подлые Эти самые Серебрянники Уча убивать Дерево Дерево И так плохо Если уже Где-то Добавим Глоб Знаете Как А у нас Такая Солнечная Радиация Мы вынуждены Белить Но если уж Белите Чтобы не было Трещины Я говорю Я не отговариваю вас У меня же много споров Между собачков Вот Я же не отговариваю Хорошо у вас Радиация Хорошо у вас Трещины Продольные Хорошо Ну тогда Нахрена Его Калечить Тогда Каждая рана Должна быть Она Смертельна Зачем Туда белить Ну уж Если побелил Дерево Должно быть Нетронуто Как можно Совместить Спасать От ран И сделать Страшный Смертельный Ран А Поливкина Это Тех Который Таскать Создан Для того Чтобы Ну точно Надо Кажется Что это Слуги Этого самого Боюсь Назвать Фамилии Все Друзья Мы Немножко До двух Сном Не договорились Я устал Вот Только Потому Что Нам Попадаются Вопросы Непростые Эмоциональные Как Заступиться За эти Деревья Что Вы Творите Когда Это Невежество Будет Побеждено Когда Соберется Этот Самый Расширенный Совет Академии Наук Чтобы Я Выступил С этим Я бы Прокомментировал Сотни Фадаринов Сказал Срочно Немеденно Вводим Цензуру В полный Запрет Не Суйся Сейчас Даже Академикам Да Этим Профессорам Ради того Помните Ямку Посадить Еще Бордюр Грушу Который Не терпит Сырости Ну И вот С такой Рано Еще Привыка Почкой Вот Такой Вот Саженец Вот Такая Рана В основании Да Что Вы Делаете Еще И Профессорам Ему Заним Создать Комиссию Вот Я Не знаю Что Дальше Делать Но Не Будет Садов Не будет А эти Фильмы Которые Я показываю 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 Вот Вроде Фильмы Толковые Все А просмотров Сотни И никогда Вот тут Где сейчас 160 Просмотрели 350 Никогда даже Тысячи Не будет И миллионы Лидей Никогда Не узнает То что Поливкина Натворила А как Ее Благодарят Ладно У меня где-то Было Это Я Про нее Отдельный Разговор Я хотел Устроить То что Называется Локаут Или как Там Посмотрите Яндекс Да Схемы Обредки Младовых Деревь Вот Они Схемы Вот Это Величайшая Подлость На Свете Величайшая Вот Это Тимирязевка Представляете 9 Видов Веток Вырезать Ни мозгов Ничего Ни одной Ветки Ни одной Почки Ни одного Листика Ни лишнего Вот Когда Это Будет Долгаться Студентам Первого Курса Тимирязевки Тогда У нас Сады Появится Ведь Для Чего Не Выходит Оттуда Ладно Еще У меня Раз Есть Несколько Вот Это Вот Так Черт Знаю Так Последнее Подробнее Потом Смотрите Узнаете Юрий Владимирович Из-за этого Сарбор был Вспоминаем Женщина на седьмом году Не дождалась Плодов Груши Обратилась За помощью Тимирязевкам А она Написала Это Тимирязевка Уже Фамилию Язык Не поворачив Сказать Вот Эту Отрежьте Это Груша Сиенис Непривитый Сиенис Вот Эту Отрежьте Раз Два Три Четыре Вы представляете Суммарная площадь Ран Будет Примерно Несколько раз Больше Чем Вот Сечение Вот Этого Вот И нахрена Спрашиваются Оказывается Она неправильная Груша Она выросла Семечка Бог не знал Она знала Но дело в том Что Люди Внесли Поправку Бог Создавал Вот Такое Дерево Сейчас Покажу Сейчас 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 Хотел Показать Своё Ладно Сэкономлю Время Сэкономлю Время У меня Груша Выросшая Семечка Имеет Штамп Сантиметров 80 А У этой Дамы Штамп Практически Осуществует Видите Почему Потребовали Искалече Дерево Чтобы Там Якобы Незаконная Груша Там Потом Еще Это Поправилось Темиражика Выпускница Сказала Уже Не 40 И 50 Возможно Она еще Пожарила Что Вот эти Не отрезаны Не посоветовал Отрезан Как раз 50 Будет Видите Вот Это Все На полном Сереже Помочь Хотела Ответы Не Не Зажив То есть Возможно Атак Я Терезала Искалече Дерево Мертво Но дело Не в этом Почему У моих Груш Штамп Есть А у нее Штамп Сейчас Объясняю Когда Она Посадила Эту Грушу Мы Все Не Видим Там Выше Знать Что Там Выше Это Самое Искалеченное Не Искалеченное А Чем Выше Тем Хуже Она Растет Вот Не Зря Жив Вот Видите Вот От Рост Мертв Плохое Состояние Груши Так Вот Когда Она Посадила Грушу Такое Понятие Как Обрезка Предпродажная Или Там Предпосадочная Обрезка Лучше Предпродажная Потому что Специн Должен Ей Ей Надо Было Сразу Налека Сажечь Не Ворачивалась Налека Купила Или Достала И Вот Она Должна Была Половину Бы Отрезать Так И Тут Два Варианта Когда Вот Так Отрезаешь Или Когда Она Не Отрезает Но Верх Отсыхает Ну Корни Всегда Уступает Возможность Корней Выкормить Сами Понимаете Слабое Поэтому Я и говорю Верьте У них Тогда Просыпается Нижние Почки И Получается Да Это Штамп Ненастоящий Искусственный Но Он Уже Дадим Все Он Дадим Его Нельзя Теперь Трогать Раз Уж Пересажим Раз Самую Низу Почки Проснулись Пошли Ветки Да хрен бы снимет Пусть они так и растут Но теперь Это самое Когда Ольга Исакова Говорит Вот это отрешник Она Совершает Преступление Потому что Одно бы дерево Ладно Я бы успокался Но ее тысячи Смотрели на это все За этой перепиской Берем сотых подписчиков Понимаете Жаль Я не успел Я специально Сфотографировал Свои груши Селиться Свои Вы бы видели Сам вот такой Привистик Ни одной ранки Не видно Ни одной веточки Просто Штамп Есть Он и должен Быть Но Штамба Нет Когда Дерево Пересаживает Когда Верх Изувечен Отрезан Или просто Подыхает Потому что Не хватило Выкормить его В одном случае И когда Дерево Привитое Во втором Случае Штамб Не положен Генетически И когда Привитое Дерево Подгоняет Под Сельсы Вот это Дело Заставляет Это просто Глупость Невежество И хвалиться Тем Что мы Тимиря Живцы При этом Попутно Люди Которые Заступились Это мы С братом За это Заступились Оскорблять Это вообще Это самое Понимаете Вот Почувствовали себя Дураками А выдержать А по-другому Извините Сказать Ну мы больше Так Как-то Перейти Следующий Уже Снимок Уже Не говорить Что поливайте Этим Ядами Скажите Ищите Причину Внизу Может быть У вас Не было Вовремя При посадке Не было Обрезано Половина Этого Вот Если Привитые Вещите Причина Биологической Несовместимости Она же Такая Что Сажен Должен Быть После Прививки Вместо 30 Выдержать 40 Градусов После Прививки А он При 20 Начинает Дохнуть Неполная Совместимость Между ними Вражда Идет Подвой Прививки Каждое Дерево Себя Защищает Мы Почему Иногда Умираем У нас Температура За 40 Мы Поднимаем Температуру Для того Чтобы Спасись От Инфекции И Перестарались Раз И умер Сердце Не Выдержало А так Мы Болезность Инфекции Когда Мы Дерево У нас Из Двух Половинок Но Это Не Это Дерево Другое Допустим Из Двух Половинок Там Тоже Поднимает Температура Там Тоже Бой Ступает Лейкоциты Идет Борьба С С С Самым С Агрессор И Чтобы Добиться 40 Градусов Вместо 30 У Привоя Это Особая Работа Вам Недоступна Непонятно Вы Сказали Что Взять Процитировать Кого-то Там С Этих Самых Которых Живых Нет Что Везетим Габеризация Это Лжа Наука Это Все Это Предел Сегодня У меня Такой Настрой Извините Но Теперь В Точно Мое Время Стекло Там Еще Столько Представляете Мы Только Вначале Пути Вот Смотрите Где У меня Стрелка Видите Это 2 3 4 5 Это Пятая Часть А еще Впереди Столько Вебинаров Я Повторяюсь Потому Что Письма Приходят Человек Который Посадил Сдуру Извините Я Вас Так Назову Володя Ну Здорово Посадили Не Знали Что Я Не Представляю Что Это Как Можно Доверять Наше Время Чех Хотел Заработать Он Четверть Миллиона Садал Хоть По 120 Взял Выборю Допустим Володя Я Повсоветовал Поучаствовать Это Тот Который 2000 Груш Посадил На Свою Голову Вот Я бы Посоветовал Вам Поучаствовать В разговоре С Этим Вы Позвали Как То Поверюсь Значит Вы Синь Контакт Подержите Вы Спросите Пусть Присет Фотографии С С С Пусть Пусть Вам Скажет На Что Привиться Скажите У Меня Не Получается У Меня С Умирают Вот Что Вы Мне Посоветуете Делать Только Учите Когда Он Вас Скажет Поливайте Кунгицидами И Прочим Дерьмом Пожалуйста Этого Не Делайте Никогда Никогда Это Средствие Не Причина Просто Добейте Чтобы Узнать Хотя Б Ради Нас Ради Всех Нас Володя Вот Где Его Сад Где Он Брал Серенки На Прививку Ну Почему Как Севропа Пишет Обязательно И Даже Сибири Несладкие 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 Те Кто Добился Половышения А нахрена Не Вкусно Елена Александр Советич Красноярская Нашли Садки А Вы Говорили Не Нашли Ну И Торгует Да Весь Красноярске Или Привозными А Здесь То же Самое Европа Откуда Сладкие Это Ну А Где Он Был Да Что Привал Ну Если Ей Это Другой Раз Я Вам Покажу Я Хотел Создать У У Меня Сотни Фотографии Привезенные Мне Подаренные Курдюм Он Был На Урале И У Нас В Нашем Районе Красноярске Крайоне Хакаси И Там Есть Допустим По Селябинск Вот Целую Плантацию Пусть Ваш Этот Товарищ Который Назвался Заведующий Как-то Завкафедрой Пусть Он Вам Покажет Фотографии Сада С Который Он Брал А Подвое Б Привое И Патрос Плодосящий Сад И У Небольшое Подозрение Что Ни Хрена Этого Нет А Еще У Менее Есть Но Так Получилось Буквально Сегодня Дальше Назад Я Записал С Володей Этот Фильм Вы Увидите Через Два Дня Но Я Что Хочу Сказать Друзья В Институте Мичуринском Институте И Фотография Туда Привезла Вот Посмотреть Какие Там Груши Потом Я Посмотрю Если Что Найду И Вам Вот Так Вот Вот Такая Эмоциональная Речь А Потом Когда Та Ляжет Уже Строчки Будет Сжато Вода Отсюда Будет Выжата А Там Будет Растрого И Логическая Совместимость А Все Остальное Потом Привито И Не Обрезан Значит Никогда Не Будет Цел Будет Калека И Вот Таких Рубленых Фраз Будет Состоять Новая Программа Для Обучения Школьников Им Нужно Пере Школьников Учить Пусть Своих Стариков Переобучают Те 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 Будет Каждый По Часу По Два Умножим На Семь Так Как Издевательство И Проще Спросить У Меня Ну Все Друзья Выговорился Дальше Говорить Не Могу Дальше Будет Вопрос Ответы Сейчас Я Переключаюсь На Те Самые На Те Самые Продолжение Продолжение следует...